Автомобильная техника, квадроцикл, продукты питания, а также товары первой необходимости. Среди всего этого нашлось место и для писем с добрыми словами для наших бойцов. 18-й гуманитарный конвой отправился на передовую. Фур в 20 тонн собрали силами жителей и предпринимателей области. Председатель комитета Госдумы Владимир Кашин выразил благодарность руководству региона и лично губернатору за содействие и формирование помощи. Наши конвои были с первого дня очень существенные. Это 6-7 фур больших в 20 тоннах с продовольствием и лекарствами в основном. И вы знаете, эти первые конвои шли не только в окопы, они шли для того, чтобы поддержать молодых людей, ветеранов. С самого начала военной операции вся Ульяновская область объединилась силой для сбора и отправки гуманитарных грузов. Регион насчитывает 15 тысяч волонтеров, среди которых как молодежь, так и представители преклонного возраста. Среди габаритной техники и продовольствия можно отыскать маскировочные сети, вязаные носки, сухие супы и окопные свечи, изготовленные рукодельцами со всей области. Отправка помощи в зону военного конфликта у Алексея Русских на особом контроле. Наряду с координацией всей работы глава региона вносит личный вклад в формирование помощи. В этот раз на индивидуальные средства губернатора закуплен новый квадроцикл. Я, например, лично вышел с инициативой и отправил месячную зарплату в специальные фонды, которые занимаются сбором гуманитарной помощи. Это уже не первый раз, я делаю регулярно. Ну и в целом руковожу всей работой по области по сбору и отправке гуманитарки. Гуманитарная фура с территории нашей области отправляется ежемесячно. Силами коммунистической партии в начале следующего месяца будет отправлено еще шесть большегрузных машин с разных регионов страны.